Наше вам кубическое здрасте! С вами по-прежнему Алексей Зуйков, и мы всё ещё в студии видеоблога 2 в Кубе. Архимаг таинственной башни магии был отстранён от своих обязанностей, но свято место пусто не бывает. Поэтому пяти могущественным волшебникам предстоит посоревноваться за титул верховного волшебника, сокрытый за пятью печатями. Игра появилась в продаже осенью этого года, но о ней по-прежнему очень мало информации в интернете. Настало время исправить эту несправедливость и рассказать вам о ней. Игроки собирают поле, представляющее собой ту самую башню магии, размер которой будет зависеть от числа игроков. Затем стоит определиться с набором заклинаний для конкретной игровой партии. В дополнении к базовому набору в игре представлены четыре дополнительных, из которых нужно будет выбрать всего один. Каждый круг магии концентрируется на своих особенных механиках, позволяя таким образом настраивать игру. Как только поле заполнено магическими печатями и свитками, маги игроков отправляются в центральный зал и начинают охоту за заклинаниями. Основная механика данной игры напоминает слегка усложненные махинации с кубиками из Кингсбурга. Каждый раунд игрок будет выбирать три любых кубика, а затем бросать их. Полученные значения игрок сможет тратить на то, чтобы убирать с поля печати с тем же или меньшим значением и вставать на их место. Можно сломать более мощную печать при помощи суммы более низких значений на кубиках. Однако сломать печать игрок может только если от его текущего положения до печати путь свободен. Ломая печати таким образом, игроки добираются до свитков, сломав печати на которых, они забирают их себе. Каждое заклинание может быть использовано раз за раунд и дает определенное преимущество, позволяя, например, перебросить кубик, изменить его цвет или даже переместить печати на поле. На старте каждому магу доступно заклинание призыва фамильяра, который может отправиться ломать печать вместо самого мага или занять его место на поле, чтобы загородить проход противнику. Самое важное в этой игре — правильное планирование последовательности своих действий. Ведь игрок, который не сможет сломать ни одной печати в свой ход, будет вынужден сбросить кубики и закончить раунд. А как только с поля будет снято определенное количество свитков с силой 6, игра подойдет к концу и победит тот, кто собрал наиболее ценную комбинацию свитков. За пятью печатями — это игра, которая поначалу кажется, ну, очень рандомной, но у меня она скорее вызывает ассоциации с механикой декбилдинга. Поначалу игроки действительно сильно зависят от капризов кубика, но чем больше заклинаний они соберут, тем сильнее смогут контролировать свои действия. У игры довольно сильный соревновательный элемент, ведь игрокам постоянно приходится следить за тем, чтобы не попасть в ловушку соперников. Дизайн игры лично мне очень нравится и вызывает ассоциации то ли с Вакфу, то ли с легендой Абаанги. Все действительно очень сказочно-магическое, но при этом весьма минималистично оформлено и не раздражает. Внутри коробки нет вообще никакого органайзера, и практически все элементы выполнены из картона, что наверняка позволило уменьшить стоимость игры. На момент создания обзора ее розничная цена составляет полторы тысячи рублей. Честно говоря, пока я не познакомился с этой игрой лично, я был уверен, что это локализация, а не отечественная разработка, что уже много говорит о ее качестве. Поругать эту игру я могу разве что за действительно длительную подготовку к игре при столь коротком времени партии. Ну и конечно же, не подойдет она тем, кто не любит кубики, а всем остальным советую обратить на нее свое внимание. Спонсор выпуска – магазин «Удачные развлечения». Настольные игры, пазлы и многое другое. www.shockudachi.ru Субтитры создавал DimaTorzok